Представители Российского фонда развития моногородов посетили Канаш и Мариинский посад, где ознакомились с работой предприятий, которые располагаются на территории индустриального парка Канаша. Это Девилей, Спецвагон Деталь и Аурат СВ. Следующим шагом станет появление еще нескольких компаний на промышленной карте республики. Об этом говорили сегодня на встречу у председателя кабинета министров Ивана Маторина. В рамках создания в Канаша индустриального парка в ближайшие годы планируется реализовать несколько проектов. Расширение производства Канмаш Агро и АСТ Канаш, строительство предприятия по переработке древесины и выпуску изделий из дерева и строительство биотехнологического комплекса по производству лизины и сопутствующих продуктов. Для реализации этих проектов Канашу должны выделить на строительство и реконструкцию инженерной инфраструктуры 637 миллионов рублей. В Мариинском посаде специалисты фонда посетили Морпосад кабель, маслозавод и завод по производству уксуса. В Нагорде планируется строительство канализационных очистных сооружений, насосной станции, водонапорной башни сетями водоснабжения на общую сумму 450 миллионов рублей. На встрече с председателем правительства Иваном Маторином делегация фонда развития моногородов подвела итоги знакомства с инвестиционными проектами предприятий. На совещании также обсуждали вопросы функционирования индустриального парка. Члены делегации фонда развития моногородов предлагали существующим предприятиям реализовать свои проекты в рамках промышленной зоны, а не промышленного парка. Отличие в том, что в промзоне все предприятия самостоятельно управляют земельным участком, а в индустриальном парке резиденты только арендуют площади и находятся компактно на одной территории.